Добрый вечер! В эфире программа «Главная тема». Я ее ведущая Нина Дзимогла. На этой неделе впервые за последние 8 лет состоялась встреча президента Республики Молдовы с президентом Российской Федерации. В рамках двухсторонней встречи были обсуждены вопросы экономического, миграционного и другого характера. Каким образом общественность Молдовы отреагировала на это событие и как оценить итоги данного события, мы сегодня узнаем, пообщавшись с лидером общественного движения «Воевод» Николаем Паскару. Здравствуйте, Николай! Спасибо огромное за то, что приняли приглашение, стали гостем в нашей студии. Уже не впервые, но мы всегда очень рады вас видеть. Спасибо большое за приглашение, очень рад. Николай, впервые с 2008 года состоялась встреча двух президентов Молдовы и России на таком уровне в Кремле. Я уверена, что у молодежи вы очень пристально следили за этим событием. И очень интересно, как общественность отреагировала, потому что я знаю несколько мнений, каждый высказывает свое. Кто-то в позитивном ключе, кто-то в очень негативном. Интересно, как в частности молодежь и общественность, с которой вы общаетесь, отреагировала на это событие? Я думаю, что очень хорошо реагируют молодежь именно на такие события, потому что все-таки это большая дипломатия. Россия считается одним из больших мировых держав. Это Москва, это столица, где решают очень много геополитических вопросов, конфликтов и так далее. И очень важно, чтобы республика Молдова имела как больше вот таких партнеров и хорошие отношения со соседними странами. Имея в виду, что Российская Федерация, Россия, Советский Союз, Российская Империя всегда для Молдовы, для Молдавии или Советской Молдавии являлась хорошим дружеским соседом и в экономическом плане, в культурном плане. И мы всегда сотрудничали. Очень хорошие завязанные отношения у нас остались еще со времен Советского Союза, потому что инфраструктура тоже самая, система образования тоже самая, очень много родственников связи и в России, в Российской Федерации, в Республике Молдовы. И, конечно, очень важно, чтобы на таком уровне работали и правительства наших стран. Я рад за Игоря Николаевича Додона, что все-таки у него получился вот этот официальный визит, потому что обязательно будут ответная реакция, позитивная. Мы видели выступление Владимира Владимировича Путина, где он даже несколько раз повторился по поводу наших гастарбайтеров, помощи молдавских граждан, которые работают в Российской Федерации. А это он обычно никогда не повторяется. И он повторил, что будет делать все возможное, чтобы помочь этим людям устроиться и выезжать в Российскую Федерацию. И, конечно, это радует, потому что это не только хороший плюс для Республики Молдова, который состоит в этом конфликте на Днестре с 92-го года. Мы завязли вот в этой болоте социально-политической, и обязательно нам нужен герой, который мог бы решить эти вопросы или который пробует решить эти вопросы. И я думаю, что обрадовались очень много народу. В том числе для Российской Федерации это хорошо, потому что мы видим конфликт на Украине, мы видим конфликты Армении и Азербайджан, мы видим конфликты в Сирии, даже целая война. То есть для Российской Федерации это тоже поводы показать влияние, конструктивное отношение к странам, которые были из этого советского блока. Скажите, Николай, вы выражаете уверенность, что наша сельхозпродукция все большими объемами будет поставляться на российский рынок, то есть проблема будет решена, и проблема с гастарбайтерами тоже будет решена? То есть это не был просто визит вежливости и просто слова? Да, конечно, мы должны понять две вещи. От связи дружеской с Россией выигрывают все, потому что у нас много агрария, у каждого своего хозяйства. Он запросто может заполнить машину фруктами, овощами и так далее и отправить в Санкт-Петербург или в Молдову. На европейские гранты здесь есть только кучка у власти, которые решают, куда идти этим грантам. И они говорят, что они получили за это время от Евросоюза 700 миллионов долларов или евро, но обычные граждане Молдовы, они не видели эти деньги. И им это не помогает, потому что у нас в Молдове, к сожалению, существует эта коррумпированная система, которая монополизирует все-таки власти в стране. И до обычного гражданина это все не доходит. Никакие гранты, никакие-то там помощи, никакие-то субвенции. Это у нас большая проблема. И поэтому все это обострение с Россией почувствовалось именно на обычного гражданина Республики Молдовы. С открытием границы России и с этими договорами, которые сейчас будут по поводу мигрантов, по поводу экономической составляющей, я думаю, что очень много что будет изменяться. Потому что нам, конечно, интересно, чтобы элита нормально чувствовала себя в стране. Но мы не должны забыть, что 70% граждан Республики Молдовы живут за чертою бедности. Это у нас очень большая проблема. И не выдержит никакой Евросоюз, никакая-то европейская интеграция, демаракатия и так далее. Потому что уже доходит до таких социальных взрывов где-то в районе, в деревнях и так далее. И я думаю, что вот с этими договорами с Россией очень много что изменится. Скажите, Николай, почему, например, партия, либеральная партия Молдовы не столь позитивно оценила этот визит и наоборот насторожилась? Мы слышали очень много громких заявлений по этому поводу. Михаил Гимпу на сегодняшний момент является политическим трупом. И либеральная партия, если не будут какие-то радикальные изменения в партии, это смена руководства. Прилив новых каких-то сил, либо интеграция с другими какими-то партиями, это будет политическая мертвая партия. Потому что было допущено очень много ошибок за проведение или за правление этой партии. Мы видим, что все самые большие махинации, которые были сделаны после 2009 года, они были сделаны именно еще с участием этих партий. Михаил Гимпу не должен забыть, что когда крали эти миллиарды с экономического банка, председатель Национального банка был Драгуцану. Это его ставленник. Это очень большая проблема. Михаил Гимпу, конечно, не забывает про все коррупционные схемы, которые существуют в примарии муниципальном. Одна из самых больших примарий в Молдове, которая практически управляет нашей национальной экономикой. Мы видим, какой хаос они сделали в столице. Порядка нет. И очень большая коррупция существует именно в городе. И, конечно, у них есть очень большой антирейтинг. Эта тема с танками на Днестре или рука Москвы, или Приднестровье будет нападать на Молдову в будущем и так далее, оно до того закреплено, что многие граждане в это верят. Что может быть такого, что Михаил Гимпу должен быть опять супергероем и защищать Молдову. И, конечно, он использует этот метод самообороны политической для поддержания своего рейтинга именно на политической арене. Видим еще, что у них есть еще очень большие проблемы в партии. Появился еще Шалару, который опять заявил о своих инициативах, амбициях политических. И, конечно, на этом поле идет эта рубка. И сейчас они уже соревнуются, кто еще больше анти-Путин, кто больше анти-Россия для привлечения новых голосов. И еще один вопрос Николай также вызвал очень большой ажиотаж, встреча Додона и Красносельского. Кто-то в этом видит какие-то сепаратистские подковерные игры, кто-то также на это отреагировал позитивно. Как вы на это смотрите? Ну, я смотрю на это позитивно. Они должны были встречаться, потому что Кишинев от Тирасполя даже географически находится недалеко, 60-50 километров. И мы должны на этом поле создавать нормальные, хорошие отношения. И, конечно, это очень хорошо, что поменялся политический класс на уровне президентов. Это очень хорошо, что они встречаются, разговаривают, потому что из этого конфликта социального, экономического, политического страдают обычные люди. И в Бендерах, Тирасполе, Рыбнице и так далее по всему Приднестровью. И в Кишиневе и всех этих регионов близ границы. То есть президент Молдовы показал уважение к... Он сделал огромный шаг, конструктивный, потому что в 92-м, в этом конфликте, и всегда, в любом конфликте, есть две правды. Если мы будем искать только одну из них, никогда мы не сделаем мир на этой земле, именно в этом регионе. Очень важно дискутировать, очень важно услышать друг друга, очень важно на будущее создавать такие условия, чтобы граждане жили в безопасности. Не думали, что завтра нападут с Тирасполя и нападут с Кишинева, как это уже было в истории. Потому что этот конфликт унес много жизней и еще рано не зажило. Но мы граждане этого региона, этой большой Молдавии, Советской Молдавии, Республики Молдовы, пускай и Приднестровской Молдавии, как они ее считают. Но в эссенции это Молдова, Молдавия, должны жить безопасно. И они на будущее должны творить это большое государство. Потому что только в мире, в единстве, есть путь к процветанию. Мы уже на этой территории, мы уже вот через все эти примеры негативные, конфликты, войны, мы потеряли больше миллиона граждан нашей общей страны. И это очень печально, потому что на фоне этого конфликта мы не можем развивать нашу страну. Самое страшное, что мы угробили одну из самых сильнейших экономик, которые было в Советском Союзе. И мы видим до сих пор руины в Тирасполе, руины в Кишиневе, которые они еще не зажили. И от этого страдал этот наш народ. И это очень большая проблема. И на будущее, если мы не сможем найти код мира в этом регионе, это будет бомба замедленного действия. Потому что этот конфликт ненациональный, он геополитический. И один из этих игроков внешних, будь это Евросоюз, Соединенные Штаты, Россия или еще кто-то, при влиянии каких-то денег он может взорваться. То же самое, как взорвался в Нагорном Карабахе. В прошлом году мы видели большие конфликты. Мы видим курды, что делают в Сирии, в Турции, в этом регионе. Они хотят свою независимость. Мы видим, весь Ближний Восток горит. И очень важно, что у президента есть такие инициативы, есть такие политические амбиции. И мы должны не забыть прошлого президента, который был забыт обществом, и он сам не занимался социальными или политическими проблемами. Был просто фактурой в этой резидентуре президента. И мы должны приветствовать начинание президента Додона и давать ему время, чтобы он решал какие-то проблемы. Может быть, это со стороны демократов выглядит ревностно, и они ревнуют к этой политической славе и успехе на начинающем пути. Но они должны давать возможности, чтобы он осуществил эти проекты. Хорошо, Николай, спасибо вам огромное за интересную беседу. Я уверена, что мы еще обязательно встретимся с вами в стенах нашего канала. Я желаю вам дальнейших успехов и процветания вашей организации и вашим всем инициативам. Спасибо большое за приглашение. Дорогие телезрители, это была программа «Главная тема». Мы встретимся ровно через неделю. Я желаю вам хорошего вечера. Впереди вас ждет много интересного, о чем вам расскажут мои коллеги. Не переключайтесь. Продолжение следует...